Всем привет! Меня зовут Руслан и я прямо сейчас нахожусь в маленьком городе Полеск, Калининградская область. Даже не в самом городе нахожусь, а на его окраине. Именно здесь живет чемпионка первого женского турнира всероссийского, внимание, по смешанным боевым единоборствам ММА Татьяна Пастернакова. Сегодня мы с ней встретимся и обсудим, насколько же ММА это женский вид спорта. Ну и как вот в таких местах, таких отдаленных уголках нашей страны рождается боевой чемпионский дух. Поехали! Подходим мы уже к дому, где живет Таня. Хотел я ее встретить с цветами. В Полеске я нашел только два магазина. Один был закрыт, а в одном было написано «Отошла на 15 минут». Ну и как вы понимаете, никогда не угадаешь, когда именно была эта бумажка повешена. Поэтому что идет дальше в списке самых популярных вещей, с которыми встречают девушек, это, конечно же, Рафаэлла. Алло, Тань, привет, я уже здесь. К какому дому подойти? К любому? Давай, ладно, все жду. А вот она, чемпионка. Привет, Таня. Привет. Спасибо большое. Большой президент. Спасибо. Не знаю, может ли тебе как там режим вообще? А, может. Сладкая, да? Я тебя, во-первых, поздравляю. Спасибо. Это ты должен обязательно каждый сделать человек, который встретит Таню. Тебя еще никто на интервью после того, как ты стала чемпионкой не звал? Нет. Мы первые. Нет, мы первые. Есть. Тебе 19 лет. Да. Ты уже чемпионка. В какой момент ты поняла, что вот надо этим заниматься? Начала в 15 лет. Еще как бы серьезно это не воспринимала. Ну, потом на областные соревнования по борьбе ездила так. Как по ММА девочку у нас не было в области. Ну, только что, кстати, прошли мой дом. Я здесь тоже, короче, вырос. Мне было вдвойне приятно, когда я узнал, что ты из Полеска. И втройне приятно, когда узнал, что ты живешь, оказывается, вот здесь же. Вот в ПМК. Это так называется райончик. Просто я не в том доме вырос. Надо было вот чуть дальше, да, получается, на два дома. Я бы тоже стал быть чемпионом. Что нужно было сделать для того, чтобы вот поехать, в принципе, туда? Так как девочек нету в области, назвали меня. Потому что она как бы знает, что я вот занимаюсь. Ты, получается, единственная, кто занимается ММА? Нет, там есть еще пару девочек. В Полеске ты, получается, одна вообще? Да, вообще Полеске одна. То есть в Полеске, в принципе, с тобой вообще никто поспорить не может, да? Ну да. Если вдруг тебе понравится какой-то мальчик, и даже если у него есть девочка, без шансов вообще. Знакомые, друзья, родители, что вообще все говорят? Вообще узнали вообще об этом? Конечно, да, узнали все. Поздравляют, молодец, говорят. Как бы еще все так, в таком состоянии. В России вообще как бы не сильно популярен именно женские боевые искусства. Ну да, да. Почему? Это как-то вот в голове сидит у людей, что вместо женщины на кухне, может кто-то говорить, типа, Танюх, ну все, типа, завязывай, зачем тебе это? Или когда только начинала, говорили, зачем, это же не твое, это же не женское. Ну, мне в основном как бы такого не говорили. Родители сказали, как бы, если это твое тебе нравится, как бы занимайся мной. Ну, подруги, да, там поначалу говорили, там, смотри, Таня, бьют, там, ты че, так, 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 я говорю, ничего, нормально, ну нравится мне, что я могу поделать. Все, вот ты выиграла чемпионат России. Чемпионат России, да. В ноябре этого года я иду на чемпионат мира. На чемпионат мира поедешь? Да, в Бахрейн. В Бахрейн поедешь? Да. Охренеть. Это первый человек из Полеска, который выйдет вообще из Полеска куда-нибудь. А ты тренируешься, получается, с пацанами, да, если ты единственная? Когда готовитесь, все равно же есть спарринги какие-то, да, наверное? Да, да. И тебе все время в пару ставят. Ну, да. Вон, пацана. Да, и ты все время как бы побеждаешь, да? Да. Но никто не поддается, все по-честному. Ну, нет, не всегда побеждаю, естественно, но... А, вот такие вот, да, джентльмены? Ринг-анонсер, когда уже представлял, когда ты уже вышла, по-моему, ошибся в ударении в твоей фамилии. Он сказал Пастернакова. Да, да, да. Встречайте, Татьяна Пастернакова! Честно, скажи сейчас нам всем, он жив? Все нормально с ним? Да, все нормально. Все, не трогала ты его? Он жив. Это, наверное, благодаря тому, что в конце, когда ты победила, когда уже объявляли победителей, он уже исправился. И уже сказал Пастернакова. Да, понял, а я смотрела. Какая разница между вашими боями и мужскими, чтобы понимать вообще серьезность того, что вы реально там можете себя покалечить? По правилам все то же самое, что и у мужчин, и у женщин. Кажется, что женщины как-то не агрессивны в бою. Не агрессивны. Агрессивны. Агрессивны, да, у мужчин. Кстати, да, даже Хабиб тоже в каком-то из своих интервью говорил, что женские бои выходят красочнее, чем у мужчин. Ну да, есть такое. А почему, кстати, как ты думаешь? От природы агрессивней. Можно опять же бить куда угодно там, да? Да, да, все, все как бы. Все по-серьезски. Ну сколько у тебя боев? Ты можешь уже примерно начинать, сколько у тебя боев было именно серьезных? У меня не было вообще боев до этого. У меня первые соревнования были вообще по именно смешанному единоборству. То есть это были первые твои соревнования, в принципе, и ты сразу стала чемпионкой. А до этого? Ну да, потому что так как в области у нас нету девочек, мне не с кем здесь было соревноваться. Тебе вообще хоть раз как-то калечили? Ну, когда у тебя какие-то травмы были, нога была сломана на тренировке, нос тоже был поврежден, трещина была. Ну, не серьезно, да, какие-то травмы? Быстро восстановилось? Ну да, восстановилось быстро. В Полесской больнице? Да. Я с носом пришла, говорят, видите, на мой лед прикладывай, нормально. Это твой дом, да, Тань? Ты здесь живешь? В этом доме можно его чуть-чуть так показать? Вот где, собственно, куются чемпионы в России. Ничего себе, у вас модная там такая лавочка. Сиди здесь, общаешься с подругами? Да, бывает. Все, подходим, мы уже к месту тренировки, сейчас скоро уже 8 часов, да, тренировка начинает? А, вон, еще 8. Возьмем сюда, до входа в столовую. Здесь какой-то карман есть специально. Айор? Да, с вами. Айор? Да, да. Ну, естественно. Это вот раздевалка. Есть что-то в холодильнике? Давай, там сейчас, наверное, пиво, да, холодненькое, посмотрите. После тренировки холодного пива. Вот у нас клей есть, подклей, если бы. Пацаны, вот так вот, переодеваемся. А как получается, переодеваетесь? Там, пацаны все вышли, ты переоделась? Да, ну, я как бы, там, разгар или там что-то одену сразу, а сверху уже только шорты. А, все, то есть, в принципе, особо таких-никаких моментов нет. То есть, там могу уйти, там, тренерская есть, у нас там еще, там могу переодеться. Вода есть, проверим просто. Все, на холодное остановимся. Чего вы не боретесь? Она старше, да, а свою ты не восхождел. Свою ты не восхождете? Вместе с Таней будете заниматься? Пока Таня нас не слышит, нормально? Конечно, больно пьет. Больно, больно пьет. А слабые места есть у них? Тоже места нету. Универсальные вообще, да. А у тебя много слабых мест у тебя нет? Она говорит, что, в принципе, нет, парни понимают, что там мне нужно тоже готовиться, как бы, нет никаких поблажек. Или все равно, все равно, и есть все равно, что-то, знаешь, такое мужское, что когда выходит Таня, там... Бить ее там со всей силы, там, все такое, куда устало добивать. Все, а Танюха говорит, типа, все, типа, вы не поддаетесь, ну... Тихо, идем. Тихо. Слушай, говорит, поддаются чуть-чуть, наверное, такие. Да. Да. А не хруст. Закрываете замок на бицепс, и отсюда ваши ноги уходят назад. Либо вы уходите на бок и забираете его ножки, чтобы он не вращался, не крутился, не бегал. И отсюда опять продолжаете его душить. Понятно? Все, расходимся здесь, ими, работаем. Ты прям очень жесткий. Ты вообще устал уже. Ну, это первая группа еще вторая. Да. Да. Посмотри, вот здесь, помоги, там, там. Не хуже, замещает тебя, да? Ну, она иногда. Клуб Асгард, как вообще пришла эта идея, ты же в основу. Просто надоело смотреть на Полесскую молодежь. То есть сейчас смотришь на это, стыдно за них, очень стыдно. Я сколько смотрю, я знаю, что они это увидят, это и видео. И решил, что хоть воспитать хоть пару-тройку здесь ребят хороших, которые там примером своим будут, хоть для них, может, примером станут. В принципе, в теории-то все понятно, но это надо найти помещение. Надо все равно какие-то деньги, наверное, вложить. Поначалу маты нашли в районных школах, там, везде, где можно было. Мы уже третье помещение меняем за несколько лет. То есть какие-то, ну, какие-то проблемы начались там. В техниках у нас не срослось с нынешним директором, который там сейчас находится. То есть он спорт не очень любит, скажем так. Ну, здесь уже администрация нам выделила это помещение. Но пришлось его приводить в такое состояние. Ну, да, есть помещение, что оно, как бы, недолго еще затянет. Да, то есть помещение, да, дали просто, как бы, нате, пользуйтесь. Но, как бы, дальнейшей его судьбе никто не печется. Ну, нет такого внимания, которое должно быть. То есть люди заходят сюда, говорят, там, банально, вместо того, чтобы бутешку сделать, говорят, там, окна откройте просто и все. Ну, как зимой открыть окна, когда тут так холодно? Как вообще завлечь народ, вот, особенно в таких, знаешь, маленьких, вот таких городках? Ну, Танюхе не приходилось драться до чемпионата России. И она только здесь, грубо говоря, с нами гускалась постоянно. Хороший результат показала. Сейчас молодежь еще больше стала ходить. То есть еще прилив пошел в молодежи. То есть всем хочется, все хотят, как она. Я думаю, что здесь никак не завлечешь, потому что, в принципе, в Полеске все знают про этот клуб. Но вместо того, чтобы сюда прийти, люди, наоборот, там, палки в колеса многие пихают. Многие как-то обсуждают некрасиво, скажем так, этот клуб, что, типа, здесь там занимаются так себе ребята, что, типа, там... Ну, у нас таких героев в Полеске много. Уличных бойцов, как они себя называют, которые на улице в купол получают и через кусты ломятся, а в зал прийти у них не получается никогда. В принципе, вот этого всего тебе, ну, вообще хватает для того, чтобы, ну, как мы уже на примере Тани, допустим, поняли, что этого достаточно, чтобы стать чемпионом России. Не, ну, конечно, было бы хорошо, если бы нам тут, как бы, что-то, там, немножко обновили зал, то есть какие-нибудь, там, брезент, там, что-нибудь, там, покрыть маты хотя бы, чтобы они не изнашивались. Но Таня, она, как бы, я думаю, показала, что было бы желание, как говорится, неважно, какой зал. Можно заниматься в суперзале и не достигать ничего, можно заниматься в подвале и добиваться результата. Слушай, ну, Таня, получается, чемпион России, ты же не чемпион России. Да. То есть, чей ученик предоставитель. Ну, когда ты станешь чемпионом? Когда знать твоих чемпионов-то? Ну, и, как говорил мой тренер, тренер Майка Тайсона ни разу не заходил в ринг, но воспитал Майка Тайсона, которого знают все. Все, понял, цитата ты знаешь. Еще повоюем, так, побьемся. Тренировка, давай тогда, что-то там, пацаны все ждут, так, сидят. Все, хорошо, так, ребят, давайте, боксерки цепляем. Выпрыгивать надо наверх. То есть, чем выше номер прыгнет, тем легче ему будет закинуть вторую ногу мне на голову. В шею мы отпускаем только внизу, когда уже приземлились. И отсюда переходим на болевод. Отличаются ли как-то у нее тренировки, тренировок для парней? Ну, естественно, тренировки у нее жестче, чем у парней, потому что, ну, скажем так, Жестче, чем у парней? Да. Ну, скажем так, что ее не жалеет никто. Здесь к ней относятся больше не как к даме, а как к бойцу, к спортсмену, который профессионально готовится. То есть, здесь тоже можешь прилететь нормально? Да, но здесь ей в большей части и залетает, когда она приходила. Но она сказала, нет, хочу тренироваться как парня, хочу добиваться усот. Ну, ты удивился вообще, когда пришла девушка? Больше удивился то, что Паша-то на ней меньше парней, то есть те же нагрузки. Короче, не верил ты в ней, вначале? Вначале нет. Не, я скажу больше, когда она поехала на чемпионат России, у нас с ней здесь был такой, скажем, закус, потому что у нее были проблемы в стойке, но, в принципе, на России они вылезли, эти проблемы, то есть она раскрытые руки, она много пропускала на чемпионате России, было много с ней тут криков и оров и жестких спаррингов и всего. У нас в России, конечно, такой немножко стереотип есть, что это не женский вид спорта. Как ты лично сам к этому относишься? Я к ним отношусь, как бы, ну, как к обычным бойцам, спортсменам, просто, ну, да, косичка есть, ну, как бы, результат одинаковый. Окей, я знаю, как тебя проверят, у тебя есть девушка? Конечно, есть. Но если моя девушка убиралась, я бы его против. Да, вот я просто говорю, что если она тебе говорит, что она идет и боит, и, типа, нет, все, сиди дома. Нет, я бы нет. Просто не смог бы смотреть. Свою девушку, да, я бы не смог смотреть, когда мою даму там лупят или еще что-то происходило. Известный боец, женщина Настя Янькова, по-моему, знаешь, кто такой? Да, да, да. Да, вот у нее прям даже есть прям очень известные фотки в Инстаграме, она прям выкладывала после боев, у нее там разбитое лицо. Там такие, ну, как бы, не знаю, ну, выглядит не очень, если честно, как бы. Конечно, да, если девушка себя так сильно уродует, конечно, это жестко, но, опять же, это ее выбор, и она сама решает, что с собой делать. Кстати, я видел у тебя фотку, был на мастер-классе папы Хабиба, правильно? Абдул Манаба-то был, ты был прям держал чемпионский пояс Хабиба. Да, да. Какой пояс было круче держать, пояс Хабиба или пояс Тани, который здесь? Конечно, пояс Хабиба, но пояс Тани не слышал. Если Тани здесь рядом была бы. Да. Не получается генетина. Мы подбираем ручку, заправляем ножки, делаем свит. Переворот. Отсюда начинаем ломать шею. Номер выходит в окошко. Мы с вами забираем спинку и подворачиваем к себе. И дальше движением ног вперед мы подкручиваем номера и забираем лямки. В этом положении мы заканчиваем. Понятно? Все, Таня, давай мы тебя заберем. Пошем, пацана. Он уже, он же бедный запереживал уже. Слушай, ну давай покажем, покажем. Это вот пояс тяжелый, да? Нормально, нормально. Все, ты очень чувствуешь. Прям, когда надеваешь, мне кажется, все сразу меняются. Просто уже к завершению. Я желаю тебе удачи. Ты прям крутая дело и вообще никого не слушай. Удачи тебе на чемпионате мира в Бахрейне. Чтобы у тебя был еще один пояс. Только здесь было написано не чемпион России, а чемпион мира. Поздравили тебя кто-нибудь сверху? Поздравлялся ли тебя? Позвонили тебе первые литры. Поздравил тебя. Сверху? Да, да. Нет. Нет, когда не поздравляют сверху, поздравляют с Иисусом. Короче, я предлагаю всем, кто... Можно оставлять твою ссылку в ВК? Да. Да, короче, я ставлю ссылку в ВК Танюхе. Надо зайти всем и личные сообщения поздравить Танюху с тем, кто она стала чемпионом. Да, заваливается у тебя личико. Я надеюсь, пацаны, не подведите, иначе мне будет просто неудобно. Все, Танюх, все эти кулют. Ты мощная, все. Видите, какие чемпионы рождаются вот в таких вот залах. Все, спасибо.